Только одна фотография с фронта и ксерокопия архивных документов о том, где и как погиб. Это все, что осталось у Марии Веры Ситника от отца. Петр Ситник освобождал Пенщину. Жестокий бой за безымянную высоту в июне 44-го для него стал последним. Младшей дочери на тот момент даже не было и полугода. 23 января его отправили на фронт. Он пришел, естественно, проститься с женой. И знал уже, как меня назвали. И сестра говорит, что маленькую меня взял. Мама держала на руках, он взял, поцеловал. Но я что, его не видела, сколько мне тогда было, месяца еще не было. И все, ушел на фронт, а в июне погиб. Через несколько лет после окончания войны умерла и мама. Сестры остались круглыми сиротами. Вся забота о младшей взяла на себя старшая, подросток. Так мы остались. Нам никакой, никто даже не зашел в дом и не поинтересовался, как мы живем. В общем, остались дети, несовершеннолетняя яща, а она вообще малая была. Ну и все, благодаря у меня муж нашелся хороший. Ему поженились, но мы ее не откинули. Сколько жили. И пока и он жил, никогда не сказал, что ее не надо. Теперь семейный архив памяти героя отца пополнится ценной реликвии. Представители российского посольства приехали к дочерям, чтобы вручить удостоверение на боевой орден второй степени Отечественной войны. Посмертная награда нашла своего адресата спустя 73 года. По понятным причинам немногие награды уже находят своих хозяев. В этом случае вручаются родственникам удостоверение. Работа проводится с 2007 года совместно с Подольским архивом, который сейчас активно переводит данные документы, рассекречивает их, переводит их в электронный вид. Общедоступный вариант. И поэтому данная работа стала возможна при содействии посольства Российской Федерации, которое активно, скажем так, помогает военному атташату. И что хотелось бы отметить, в Республике Беларусь данная работа наша не стала возможной благодаря помощи местных военкоматов. Петр Ситник без громких утверждений погиб героически. Его подразделение из 15 человек сдерживало на протяжении 3,5 часов 100 фашистов. Петр был пулеметчик. В этом неравном бою он, когда уже не мог отстреливаться, вырвал чеку гранаты. На городном листе написано, значит, красная армия Ситник, Петр Селиверсович, огнем своего пулемета уничтожал этих фашистов, так, вот. Вот, ну, был четырежды ранен, вот, а потом, значит, забрасывал их этими противотанками, гранатами. Противотанками граната – это вот такая большая, это не F-1 и там другая, она длинная. Вот, ну, и когда уже прямо не хватило сил, он подорвал себя с гранатой. Вот, и как написано в наградном листе, в наградном листе того времени, значит, с возлесом «Врете, гады, живым не сдамся». Для дочерей их отец всегда был героем, солдат Великой Отечественной. Сегодня у пожилых женщин в глазах и слезы, и радость. Подвиг их отца Петра Сельвестровича Ситника не уйдет в историю, он стал историей. Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал Мозырь.